снова здравствуйте предыдущем видео я говорил о том как плохо ведет себя углеродистая сталь если мы будем ножом резать огурчики помидорчики макать этот нож в воду ну и так далее то есть если мы его будем использовать немножко непрежно так на этих фотографиях вы можете увидеть следы того как пережил этот нож пикник самый обычный небольшой пикничок видны большие ну видны следы ржавчины серьезные такие вот что я решил сделать я решил его воронить воронить будем азотной кислотой натриевой щелочью содой чем еще ну в принципе все это основное что нам потребуется итак для начала нам нужно обезжирить нож обезжиривать я буду его в растворе щелочи в 30 процентном поставим наш раствор с ножом на водяную баню разогреем градусов до 60 80 продержим так минут 20 не меньше и оставим остывать в это время мы будем приготовить раствор для воронения для начала нам нужно приготовить натриевую селитру нитрат натрия для этого нам потребуется сода пищевая обычная я взвесил 180 грамм соотношение получаемого вещества то есть азот нитрата натрия натриевой селитры соотношение получаемого продукта к используемой соде ну примерно один к одному то есть если мы взвешиваем 180 грамм то на выхлопе у нас будет примерно столько же натриевой селитры заливаем это все дело очень аккуратно и бережно потому что шипеть будет конкретно пенится пузырится выделяться будет углекислый газ заливаем это короче азотной кислотой взвесить нам нужно я взвесил для начала 100 грамм своей азотной кислоты потому что я точно не знаю концентрацию и далее я добавляю по 30 грамм до прекращения выделения углекислого газа добавил 30 грамм помешал поболтал шипит значит еще добавить добавляю в общем я добавил в итоге 250 грамм азотной кислоты но реакция прекратилась примерно на 240 граммах поэтому я чайной ложечкой досыпал недостающее количество соды опять-таки до прекращения выделения углекислого газа чтобы раствор был в принципе нейтрален далее нам нужно добавить в это все дело около литра воды я добавил 900 миллилитров также нам потребуется 600 грамм натриевой щелочи взвешиваем ее частями по 300 грамм потому что больше у меня стакан не помещается и весы у меня до 500 грамм и аккуратно добавляем это все дело в нашу емкость с раствором выделение тепла идет бешеная в любой момент ваша жидкость может закипеть поэтому ставим ее в ванную и наполняем ванную ну достаточно теплой водой даже можно сказать горячей я не ставлю в холодную потому что возможен перепад температуры и стекло может лопнуть а горячая вода все равно не даст закипеть раствору потому что отдача тепла будет значительная в воду которая находится в ванной и то есть наш раствор не достигнет той температуры которая нужна для закипания тем более раствор щелочи закипает выше при температуре выше чем 100 градусов то есть вот эта вся наша беда будет закипать при температуре 140 градусов значит если мы ставим даже в горячую воду наш раствор никак не закипит потому что скорее закипит эта вода вот так что это довольно безопасно можете спокойно сыпать главное чтоб сосуд был высокий не брызгало это все дело добавили растворили далее нам теперь нужно погрузить нож в этот раствор и кипятить его полтора часа 90 минут идет процесс воронения так в мою колбу нож если поставить колбу просто на огонь нож не помещается всем лезвием я поставил сначала так ну буквально ненадолго минут на 5 может 7 это было большой ошибкой если вы вороните нож то нужно стараться сделать так чтобы вся поверхность лезвия то есть вся поверхность предназначенная для воронения погружалась одновременно то есть берете клинок опустили все вороните так объясню почему это было ошибкой потому что еще долгое время сохранялись следы разницы в цвете то есть было заметно в итоге вот эти вот пол ножа были темнее чем верхняя половина поэтому погружайте сразу далее так как нож не помещается нормальным образом пришлось выдумать вот такую вот систему вот под наклоном короче ставим эту колбу под наклоном стоит она довольно уверенно но поначалу я придерживал рукой но потом решил что лучше отойти в сторонку пускай она если упадет разольется ничего страшного лучше она разольется но не на меня тем более пар идущий из этого раствора гораздо горячее чем пар от обычной кипящей воды так как раствор закипает при 140 градусах обжечься можно очень очень серьезно поэтому очень осторожно с этим всем делом и вообще со всеми этими растворами кислот азотная кислота она выделяет не очень приятный газ ядовитый дышать им не надо все эти растворы замешиваем подальше от носа поближе к окну щелочь при растворении в воде тоже страшные страшные пары выделяет конечно дышать очень неприятно всем этим делом я не знаю насколько это вредно но поплохеть может довольно быстро вот все проветриваем если вы наливали если мы насыпали щелочь в колбу и ставили в ванной насыпали свое количество щелочи помешали поставили ушли на пять минут взвешиваем следующее количество взвесили пришли засыпали поболтали ушли пришли через пять минут все хорошо чтобы вот этим всем делом поменьше дышать во время варки ножа тоже выделяются довольно неприятные вещества также открываем окно сидим возле окна все это дело варится включаем вытяжку если есть вот каждые полчаса я доставал нож споласкивал холодного ну не холодной горячей водой потому что не надо холодный слишком большой перепад неприятно для металла то есть горячей водой в которую руку уже тяжело держать споласкиваем смотрим как это у нас все получается и обратно его в раствор погружаем через полтора часа нам следует достать нож уже окончательно и в разных рецептах говорится по-разному можно окунуть его в мыльный раствор примерно 30 грамм мыла хозяйственного на 100 миллилитров воды либо в раствор соды но в принципе насколько я понимаю это щелочные растворы поэтому я погрузил свой нож в раствор щелочи это была еще одна ошибка которую также не стоит делать потому что щелочные растворы в принципе растворяют вот это покрытие которое мы получаем путем воронения таким способом вот то есть буквально на пять минут я опустил достал и были видны капли стекающие по лезвию имевшие темный цвет то есть в которых было растворено вот это покрытие я промыл водой посмотрел были видны подтеки как раз вот из-за того что я погружал щелочь я проверил еще разок намочил тряпочку раствором щелочи вот этим своим 30 процентным протер до появились еще одни раствор разводы старые разводы сгладились немного ну в общем как то так то есть воронение получилось не идеальным вот из-за двух основных вот этих ошибок то есть мы я погрузил лезвие не одновременно все и промывал сильным раствором щелочи после завершения реакции не бойтесь растворов щелочей потому что раствор щелочи 30 процентный даже 40 процентный он не будет действовать на вашу кожу так как это показано в фильме бойцовский клуб не будет вот таких страшных ожогов на всю жизнь не будет такого жжения ничего такого не будет вы этот раствор ощущается на руках как очень мыльный если вы если этот раствор попадает на кожу вы спокойно идете к крану умывальнику моете руки с мылом и ничего с вами не будет никаких негативных последствий вы на себе не заметите также нам следует поступите с ножом не боясь спокойно берем этот нож промываем водой намыливаем руки моем его с мылом раз моем 2 можно 3 пока с поверхности ножа не уйдет вот это вот мыльное ощущение так что я еще хочу сказать пока не уйдет мыльное ощущение дальше нам следует просушить нож дать ему просто высохнуть пока вы его моете он будет еще достаточно горячий поэтому высохнет сам довольно быстро я протер его далее баллистолом специальным маслом оружейным так как вот эта вот поверхность пораненая она имеет впитывающие свойства и вот это вот масло оно впитывается в поверхность придавая дополнительные защитные свойства вашему ножу вот итак вот такое вот у нас получилось воронение то есть нормальный в принципе черный цвет если присмотреться видны небольшие разводы но это только если присмотреться так если бы даже перепада цвета из-за неравномерного погружения ножа в раствор для воронения в принципе этого перепада не видно видны только вот неприятные немножечко разводы из-за щелочного раствора вот в общем такое у нас воронение получилось очень такое темное плотненькое такое я не знаю насколько она будет стойким это это мы с вами увидим позже когда я чуть по стругаю поковыряю как обычно попользуюсь им месяцок может может меньше там выберусь куда ничуть порежу вот и тогда мы посмотрим насколько вот эти все заморочки будут себя оправдывать стоит ли вообще мы всем этим заниматься насколько это все устойчиво крепко и так далее еще хочу сказать что вот это вот рукоять выполнена из достаточно хорошего пластика в том плане что он выдержал полтора часа в растворе в 40 процентном растворе щелочи при температуре 140 градусов и с ним ни фига вообще не произошло резина в принципе аналогично то есть вскипающий раствор попадал на всю поверхность ножа все это находилось в очень в агрессивной среде с ножом ничего не стало это очень конечно вообще плюс этому ножу я немножечко волновался конечно за пластик потому что пластик бывает разный один реагирует с растворами щелочей другой нет этот оказался не реагирует вот так вот то есть вот такой вот нож у нас получается да видны немножко пятна конечно попробовать полирнуть не знаю на пофиг вообще ну вот ждите следующих видео в которых я покажу как ведет себя вот это вот покрытие всем спасибо за внимание до свидания